всем привет с вами мистер x сегодня я буду рассказывать вам о самолете henkel 111 бомбардировщик машина довольно таки серьезная многим она кажется очень сложная бомбить сложно я постараюсь вам рассказать намного проще чтобы все поняли чтобы любой из вас посмотрев это видео просто сел полетел и начал бомбить горизонта это урок будет чисто для умения то есть приобретение навыков бомбометания с горизонта начнем с взлета с набора высоты подход к цели горизонтально бомбометания ну и дальше уходим на посадку так для начала мы должны зайти настройки управления заходим настройки назначение клавиш выбираем управление вооружением здесь нам нужно настроить значит бомбовый прицел дальше переключение режима бомбометания переключение интервалов это нам нужно для того чтобы например когда вы берете небольшие бомбы дальше нам нужно сброс бомб открыть закрыть створки бомба люков взрыватели принципе не нужны нам здесь все дальше идем управление двигателями здесь нам нужно настроить вот эти вот параметры ручное общее управление шагами то дозировано затяжелить винты выбираем кнопку дальше тяжелить и облегчить то есть вот эти две настраиваем так дальше идем так водорадиаторы тоже надо настроить где мне тут на оси они стоят общее управление створками водорадиаторов вот вот туда у меня на оси но вы можете на кнопках там настроить тоже так дальше нам нужно это настроить тоже так вот масло радиаторы я поставил кнопки 3 4 дальше нам нужно настроить управление первым двигателем вторым двигателем на отдельные кнопки и режим общего управления двигателем тоже выбрать отдельную кнопку это нужно для того чтобы например когда у вас зенитка повредила да у вас один двигатель задымил и мы переключаемся на этот двигатель например на второй двигатель переключаемся и мы можем убавить обороты убавить надув чтобы двигатель у нас прожил как можно дольше можно также вопросы отключить на время пока вы например на большой высоте в принципе пока может не нужен там да просто можете его отключить так дальше все здесь принципе больше нам ничего не нужно так вы зашли на сервер сразу выбираете сил до играйте родом сразу выбираете самолет хенкель нужно брать именно с такой загрузкой 1000 заходим в настройки смотрим что у нас висит две бомбы все нормально топливо смотрите я убираюсь топливо беру топлива не больше 20 процентов этого вполне достаточно чтобы долететь до цели обычно даже я беру 20 процентов это только тогда когда лечу очень далеко когда цель находится глубоко в тылу противника этот квадрата 345 до от линии фронта вот тогда я беру 20 процентов этого вполне достаточно чтобы отбомбиться вернуться и это еще и останется смотрите сами то есть вы можете брать там и 40 до можете вообще на 100 но помните что чем больше чем меньше топлива вы возьмете тем быстрее вы доведите до цели то есть чем меньше топлива тем быстрее у вас будет идти набор высоты то есть клип у вас будет лучше а чем больше у вас будет высоты тем быстрее вы дойдете до цели и побить намного быстрее в общем задержку бомбцы доставлю 15 секунд для того чтобы подошел к цели скинул уже развернулся ушел а бомбы только взорвались логично да все правильно все дальше вооружение но здесь у нас идет стандартная там как выбирает у нас дает нам возможность сервер схему окраски можете брать любую какая у вас там а есть да дальше жмем обязательно применить принять и появляемся на филде жмем начать так появились на стоянке уже запускаем двигатели приборы принципе тут все понятно и что у нас тут скорость высота скорость подъема то есть метров в секунду с каком будем подниматься надув тахометр нас обороты верхний из красный у нас масса радиаторы нижний зеленый это у нас водяные радиаторы температура и сверху у нас топливо баки ничего сложного нет так заводится первый левый двигатель после того как двигатель заводится можно же сразу же открывать водорадиаторы то есть у нас они стоят на оси у меня стоит на оси да то есть я максимум открыл и после того как второй двигатель заведется до кран 2 водорадиатора до правого двигателя он откроется автоматически вот масло радиатор так как у нас на кнопки да по отдельности по отдельности и бывают такие моменты что мы один открываем да а второй забываем вот у нас температура начинает расти мы это шли от сюда и у нас хоп и правый двигатель вышел из строя повреждения правого двигателя поэтому не забываем открываем вон полностью так летом конечно желательно открывать его полностью а зимой зимой то есть смотрим по температуре да если температура там будет градусов 60 70 то конечно же прикрываем его там до 30 до 20 и смотрим за температуру то есть держим порядка 90 градусов самая такая нормальная рабочая температура так а летом всегда открываем на полно все значит для взлета нам еще нужно облегчить винты то есть обороты винта первого мотора сто процентов все руливаем хенка неплохо активнее работаем работаем тормозами то есть левый разворот зажимаем педальку правый и не заезжаем на вот эти вот обочины едем чисто по рулежке иначе там можно по этим кочкам долго скакать все смотрим налево никто не садится право там никого нет я в принципе сразу же без остановки начиная по полосе для того чтобы самолет у меня довольно легко поднялся я выкручиваю на 60 70 все но если там больше вам надо то конечно можно еще выпустить закрылки потому что 20 и он у нас сам поднимается проблем сразу же убираем шасси убираем закрылки и смотрим приблизительно у нас где то вот поднялись вот на такую высоту и я убираю надув надув надо убрать вот в эту зону видите сверху галочка вот сюда вот надо поставить нам стрелочку против этой галочки все обороты убираем до 2,5 до 2,5 и начинаем набирать высоту встаем на курс начинаем разгоняться немного примера обмешаем самолёт у нас сейчас разгонится значит идти вверх немного прибираем тангаж тремер тангажа все после того как мы выровняли самолёт больше ручку тангажа вот так вот вверх ее вообще не делаем не трогаем вообще встали на курс и все и теперь работаем только тремерами все вставляем 2400 оборотов 2400 оборотов выбрали пошли в климбе 2400 оборотов это обороты у нас идет набор высоты но они не такие сильные и мощные да то есть нам хватит этого без проблем дойти до цели там 5 квадратов ничего с двигателями у нас не произойдет после того как вы отбомбились да отбомбились встали на курс обратно то желательно конечно прибрать до двух 300 все включается продолжительный режим и вы идете до дома без проблем стата цели идем на оборотах 2400 но обязательно чтобы вот эта стрелка стояла не вот так вот не вот так вот не вот так вот да а вот именно вот здесь вот видите вот в этом положении вот сюда вот тогда у вас двигатели будут работать и стройные вы все значит идем климп климп смотрим сюда на приборы климп желательно у нас иметь при скорости 250-240 км в час от 3 до 5 метров в секунду смотрим вот на этот прибор и нам нужно чтобы при скорости 250 чтобы угол скорость подъема была примерно 3-5 метров в секунду и мы делаем примером ангажа примером ангажа выставляем именно такую скорость и такой угол подъема все если вы видите что скорость у вас высокая то можно больше задрать нос самолета начнет падать все потом чуть-чуть прибрать то есть сейчас самолет табилизируется на оптимальный тангаж и будет держать постоянный угол все видите он стабилизировался и пошел вверх все и при таких параметрах мы идем на цель выбираем высоту 3 минимум 3000 минимум 3000 минимум это у нас смотрите то есть если вы летаете на настройках графики ультра то конечно вы можете бомбить с больших высот у вас уровень прорисовки надземных объектов будет очень высокий вот а если у вас компьютер не такой мощный то делается обстоятельно очень хорошо дело в том что чем больше у вас высота тем дольше у вас будет продел fringe соблак с не очень мощными компьютерами, поэтому смотрите сами, то есть играйте настройками графики, пытайтесь на что-то это, но никаких проблем наутре у меня нет, я летаю наутре, то есть я вижу объект далеко, а проирисовывается очень далеко, а вот народ спрашивали у меня, да, то есть у них проирисовка объектов идет намного дольше, с этим есть проблемы, так, ну все, в принципе, видите, самолет стабилизировался, идет 240, 4 метра в секунду, все, пошли на цель, и сейчас перед целью я к вам вернусь, и так мы подходим к цели, осталось два квадрата, я сейчас набрал уже высоту 3000 метров, и в принципе можно вставать в горизонт, встаем в горизонт, и можно переходить в бомбовый прицел, включаем визир, поднимаем наш прицел, дальше вставлять сейчас будем высоту, высота у нас получается 2900, и скорость я сразу поставлю где-то 310, если что потом я буду ее корректировать, открываем метеосводку, и сейчас мы будем вводить данные в бомбовый прицел, из метеосводки мы видим, что на высоте 3000 метров скорость ветра составляет 3 метра в секунду, поэтому мы выставляем 3 метра в секунду, и также мы видим, что направление ветра будет 50 градусов, то есть с курса 50, то есть смотрите, в метеосводке всегда указывается направление ветра, откуда дует ветер, то есть запомните это, откуда дует ветер, не куда дует, то есть не направление ветра, куда он дует, а откуда он дует, это очень важно. Теперь давайте посмотрим на наш компас, он находится сверху слева, смотрите, мы идем курсом 90, а ветер дует с курса 50, и поэтому получается, ветер дует нам спереди, слева, то есть, видите, да, то есть, если метку поставим, то получается 40 градусов, 40 градусов, от 50 до 90 получается 40 градусов, то есть ветер дует нам спереди, слева, под углом 40 градусов, и эти значения мы должны выставить в бомбовый прицел. Вот здесь мы расставляем, отсчитываем 10, 20, 30, 40, вот сюда ставим галочку, все, угол ветра мы выставили. Давайте еще разберем несколько вариантов, потому что с первого варианта вы, возможно, его не сможете понять. Смотрим, здесь мы идем с курса 210, да, высота у нас 3000 метров, да, 3000 метров. Смотрим метеосводку, приблизительно на 3000 метров у нас будет скорость ветра, ну, давайте так оставим 10 метров в секунду, да, и курс будет где-то с курса 80 возьмем, приблизительно где-то такие будут параметры. То есть, выставляем 10 метров в секунду и смотрим, то есть, с курса 80, вот наш самолет, да, то есть, мы идем курсом 210, а ветер дует с курса 80, то есть, вот с этого курса, вот с 90, да, вот он курс 80, то есть, если вот так вот проводим, то получается нам дует ветер взад с левой стороны, то есть, если у нас вот взад, да, мы отсчитываем до курса 80, 10, 20, 30, 40, 50, получается 50 градусов сзади, мы идем на этот угол ветра на прибор и отсчитываем 10, 20, 30, 40, 50, вот сюда вот, то есть, и здесь, видите, одинаково, то есть, ветер будет дуть там сзади, слева, 50 градусов. Давайте посмотрим этот пример. Здесь высота у нас 4000, скорость 340, выставляем, да, метеосводку смотрим, значит, 4000 высота, смотрим у нас, значит, 5000, это 219 будет, скорость 11 метров в секунду, ну, тогда 4000, это, думаю, будет тоже где-то 11 метров в секунду, 11 метров в секунду, и с курса будет 215, давайте так возьмем, ставим с курс 215, так смотрим, мы идем к курсам, значит, 250, 250, курс 215 у нас вот здесь вот, да, то есть, мы от 250 начинаем отсчет 10, 20, 30, 35, то есть, 35 градусов, то есть, если самолет у нас вот перед, да, идет сюда, ветер дует отсюда, то есть, ветер дует нам строго спереди, слева, то есть, идем на этот угол ветра, смотрим на наш самолет, и отсчитываем спереди слева, 35 градусов, 10, 20, 30, 35 градусов, все, все, 10, 20, 30, 35 градусов, 215, все, все очень просто. Давайте я вам объясню, как расположены цели, где они расположены, и что вообще вам нужно бомбить, то есть, цели бывают разные, но обычно, конечно, на хенках мы ходим бомбить большие цели, да, давайте вот выберем, так, здесь у нас аэродром, значит, не то, так, вот цель, да, вот берем цель, вот она цель у красных, вот большой город, да, будет стоять значок, мы увеличиваем карту, и видим, значок находится в этой стороне, это означает, что цель стоит именно в этой части города, как вы видите, сам город обозначен темно-серым тонами, да, цветом темно-серым, а внутри города есть склады, это вот такие вот сектора прямоугольные, которые отрисованы светло-серым цветом, это и есть склады, они выглядят вот таким образом, это склады, ну, там, сарай, там всякие, там, большие такие ангары, то есть скопления, и часто они сделаны такими секторами, прямоугольниками, то есть скопления, вам нужно положить бомбу именно в этот центр этого квадрата. Тысячная бомба, в принципе, если вы положите в центр квадрата, то она полностью убивает один этот квадратик, один сектор, один блок его еще называют. Вот, бывают еще вот такие, давайте посмотрим, вот здесь, вот так вот цели, да, здесь у нас, видите, есть город, да, но на нем нету таких секторов, но в этом случае нам нужно смотреть, где стоит обозначение маркер, маркер цели, то есть он стоит на западной части, на западной части, вот в этом месте. В этом месте будут сделаны картоделом самодельные склады, это будут такие же склады, может быть, там они еще больше будут, да, и там будет скопление всяких таких строений и зданий, то есть в этом месте вы должны наводиться, наводиться именно на это место заранее, то есть склады будут именно здесь. Возвращаемся в нашу кабину и летим дальше бомбить. Смотрим, что у нас цель находится чуть левее, и вот этим вот снизу приборчиком, да, подруливаем, подруливаем, корректируем наше направление, корректируем. Я вижу цель, цель наша – порт. Посмотрев на карте, мы видим, да, что порт находится у нас перед расходом реки в двух направлениях, да, то есть река начинает расходиться в двух направлениях, и в этом месте будет стоять порт. Мы просто держим перекрестья на этом месте и двигаемся в этом направлении. И по мере приближения у нас будет прорисовываться порт, сам склады, которые нам нужно бомбить, и будем корректировать просто направление. Пока вы начинающий бомбардировщик, я могу вам сказать, что вы подходили на уже определенной высоте, на трех, на четырех пищах, за полтора, за два квадрата до цели, чтобы без суеты спокойно вводить данные в прицел, наводиться на цель, чтобы ваша скорость уже была постоянно, а не там нарастала, да. Если вы там за квадрат до цели подойдете, то вы там можете не успеть там вот четко выставить скорость, и можете сделать сброс неточный. И представляете, вы просто летите, летите, и все, у вас на смарку. Так, ну вот сейчас я подхожу к цели, видите, все уже прорисовывается, я уже вижу склады, и просто корректирую свое направление до первого сброса. Переключаюсь на ручной режим, на ручной режим я всегда кидаю с ручного режима, с автомата не кидаю, мне это как бы неинтересно, на ручном режиме более, мне кажется, точнее, ну, на мой взгляд. Ну, то-то как бомбим с автомата. Давайте я сразу расскажу, как бомбить с автомата. Значит, включаем автомат сброса, сверху, да, вот, нажимаем. Дальше, что нам требуется? Нам нужно просто-напросто включить автомат, включаем автомат, дальше выбираем задержку бомб, насколько нам надо, и выбираем бомбы, которые мы будем кидать. Дальше, что нам требуется? Нам просто надо держать перекрестие, да, перекрестие прицела, именно на цели. И, подходя к цели, просто корректируем наш прицел, чтобы перекрестие было четко направлено на цель, на склад, или там, вот я вот направил на капониры, на стоянку, да. И момент сброса будет происходить в тот момент, как прицел обсчитает все наши данные, которым мы ввели бомбовый прицел, да, как только он увидит точный угол сброса, да, которому мы его задали, в этот момент он сам автоматически сбросит бомбы. Наша задача просто-напросто держать перекрестие прямо на цели, и все. Он автоматически сам сбросит бомбы. Давайте смотреть. Поддержим, держим. Угол подходит, все, вижу, оп, и все, и бомбы ушли. Все. Ничего сложного, в принципе, тоже нет, но кому-то может быть такой способ даже и понравится. Но мне нравится наручном. Так что выбирать вам, я вам показал, а вам решать уже. В принципе, он так же кидает точно, что... Смотрите сами, я вам показал. Так, идем дальше. Так, смотрим, вот они, склады первые. Я буду кидать сразу по этим первым складам. Смотрим за скоростью, внимательно, чтобы скорость была нормальная. Делаем по центру первый сброс. Первая бомба пошла. Я вижу дальние вот склады, где стоит корабль. Навожусь тоже по центру этого склада. Строение, видите, и в центр этого блока, в центр этого строения. Вот скорость у меня чуть подросла, видите, я раз, убираю немного тягу и делаю сброс. Все. Сразу отворачиваем. Зенитки, видите, еще не успевают по нам стрелять плотным огнем, а бомбы у нас уже ушли. То есть сейчас, в принципе, на отходе только начнут по нам сильно стрелять. Все. Пересаживаемся за заднего стрелка, нижнего, и смотрим. Оп, все. Туда метились, туда и попали. Дальше смотрим. Второй сброс. Также имеем точное попадание в цель. Ну и все, в принципе, что дело сделано. Ну и видите, да, что мы уже далеко отлетели от цели, а бомбы только взорвались. Если там будет летать, там, чуть ниже нас, например, противник, то он только увидит взрыв бомбы, а мы уже далеко. То есть если пойдет он нас, видит и пойдет за ним в погоню, то мы уже будем очень далеко. Ну все. Теперь можно возвращаться на базу. И еще такой момент, смотрите. Когда вы пикируете, например, от противника, или там куда-то на цель, никогда не делайте резких движений ручкой, грузом, вверх. У вас могут просто отвалиться крылья. Ну на этом у меня все. Посадка, в принципе, не сложная. И просто садитесь на скорость где-то 150-160 км в час. Никаких трудностей с посадкой на Хинкере не замечено. Ну все. Всем спасибо. Всем пока.